Я ходил в море. Вы ходили в море, да? Были там? Северный полюс. Что такое вообще Северный полюс, по-твоему? На северах, да, я был. Камчатка, Курийские острова, Сахалина, Чукотка, Анадыр. А на Южный полюс как-то, ну, нет? А вот, допустим, твой товарищ, который на других кораблях, они на Южный полюс ходили. Вообще, ты хоть знаешь хотя бы одного человека, кто был на Южном полюсе? Нет, ну не на Южный полюс, а в смысле больше. Ниже экватора, в смысле, блядь. И, ну, это максимум, да? Ну, это там Африка, что там еще, блядь. А южнее ничего не это самое? Орудие заряда. Ну вот. А где там южнее? Я даже не знаю. Не, ну, допустим, Южный полюс. Экватор, вот тебе, пожалуйста, там, блядь. За экватором там всего лишь, ну, там, у меня, кто там, да? Что там может быть? Ни одного моряка мы не нашли, кто ходил на Южный полюс. И вот этот человек говорит, что он не знает ни одного человека, кто был на Южном полюсе. Ты согласен с этим? Не знаю. Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. С вами Вячеслав Котляров. В Харькове, 22 часа 46 минут, 30.05.2016 года. Этот небольшой ролик я записываю с единственной целью. Пообщаться с вами насчет стран мира, в кавычках, и насчет Южного полюса. После того, как в одной из своих бесед в онлайне я сообщил, что никаких стран мира не существует, на меня посыпался вал негативных комментариев. На самом деле я этому рад. То есть, допустим, есть очень хорошие люди, которые искренне верят, что страны мира существуют. Мне вот как понравился один комментарий доброго человека, в какой-то степени он прав. Он одному из этих злопыхателей сообщает, что стран мира не существует, существуют фирмы. Но я бы сказал бы, существуют концлагеря. В прямом и паренос смысле этого слова. В каждом из них свои, так сказать, гауляйтеры, свои вертухаи. Мне бывают еще такие вопросы попадаются. Был я в других странах мира. Но, честно говоря, я озадачен. Я попросил человека предоставить видео и фото, чтобы понять. А он сообщил, что я не ответил на его вопрос. Как я могу быть в стране, в которой не существует? Я вот, допустим, в 91-м году был в Санкт-Петербурге. Относительно географически это побережье Атлантического океана. Спустя годы жил на побережье Тихого океана. Несколько лет на географическом понимании. Николаевский район, поселок Многовершинный. Когда я ехал 7 суток поезда, я видел очень много городов. Я видел леса, горы, поля, реки. Но, проехавши такое большое расстояние, я не увидел ни одной страны. Если у кого-то есть возможность прислать ссылки на фото или видеоматериал, связанные с какими-то странами, пожалуйста, предоставьте мне. Мне просто очень любопытно посмотреть на то, чего не существует. То есть, если люди пишут, что я был в Канаде, там Котляров вообще с ума сошел. Я там был в Аргентине, к примеру, человек пишет. И они уверяют, что они были в этих, в кавычках, странах. Пожалуйста, пришлите мне фото и видеоматериал. Канады пришлите мне страны. То есть, если вы видели страну Канаду, или видели там страну США, Аргентину, или Китай, или Японию. Если вы видели своими глазами, то, уверяю, если ваша сенсорика смогла зафиксировать страну, и вы ее увидели, то и фото, и видеокамеры, уверяю вас, у них еще сенсорика иногда даже получше, чем у человека. Вы же знаете, что видеокамеры иногда призраков фиксируют. Поэтому, пожалуйста, пришлите мне по возможности ссылки на фото и видеоматериал, связанные с странами мира. Мне очень хочется посмотреть. В противном случае, если не тех злопыхателей, которые не пришлют ссылки на страны мира, у меня в описании к канале и почти как под каждым роликом есть мои реквизиты. Вы можете туда прислать на эти реквизиты то, что пожелаете. Вот что вам душа подскажет, сердце подскажет, на эти реквизиты вы можете прислать чего захотите. Вот, поэтому жду стран мира. Фотографии, видеоролики. Умные люди понимают, к чему я клоню. Допустим, самый идеальный вариант, это возможно послушать лекции уважаемого Сергея Данилова, в которых он делится тоже соображениями. Просто он, в отличие от меня, детально и подробно рассказывает, что стран мира не существует. А я, допустим, просто знаю, что их нету, потому что я вот лично никогда не видел никаких стран мира. Если вы видели, приселите, пожалуйста, видео, фото, как я уже говорил. Так, ну ладно, со странами мира ладно. Вот, уважаемый Олег, уважаемый Олег Гартовцев задает мне вопрос. Возможно бы, Олег, этот вопрос бы так бы и завис на просторах интернета. Ну, вы знаете, вы, по всей видимости, под счастливой звездой родились. Потому что, задавая свой вопрос, мне сегодня в комментариях нашел сообщение, прислал мне его Алекс Минос. И в этом аудиосообщении он берет интервью у мореплавателя, да, скажем так. Кто-то скажет, это фейковый мореплаватель или постановочный. Алекс, пожалуйста, если у тебя есть возможность дать координаты этого человека, у которого было взято интервью насчет Южного полюса. И пускай каждый, кто думает, что это постановка, лично убедится и побеседует с этим, если они думают, что это фейковый моряк, если они думают, что это постановочный трюк. Так, а вопрос Олега звучит таким образом. То есть, он спрашивает о расстоянии... Ну, положительно, во-первых, говорит, что Здравствуйте, Вячеслав, мне много нравится то, что вы делаете. Вот вопрос, что с моряками делать. Ну, вот Олег, моряк, по стечению судьбы прислал аудиоответ. Ведь настоящий моряк, если не верите, можете связаться. Вот Алекс Нинос у меня в друзьях есть. И найти координаты этого настоящего моряка, пообщаться с ним. Так вот, Олег задает вопрос, что же делать с Южным полюсом? Что делать в районе Южного полюса? То есть, если бы были соты, то расстояние должно быть во много больше раз в районе Южного полюса. Уважаемый Олег, не хочу сполерить, но скажу, в этом ролике этот уважаемый человек, который, как говорится, не плавал, а ходил, сообщает нам следующее, что Южного полюса не существует. Так о каком может быть разговоры, расстояниях о том, чего нет? Вот. Поэтому, еще раз повторяю, стран мира не существует. Если у кого-то есть возможность прислать видео или фото сообщения, потому что я видел в комментах, тут он говорил, что 200 стран мира появились, а теперь их нету. Хорошо сказал Сережа Тарасов. Слава, не спеши, люди не успевают переваривать то, что ты говоришь. То есть, представляете, если бы я сразу начал бы нахлобучивать, не выбирая слов, как устроен мир. Естественно, мне приходится подбирать слова, чтобы хоть как-то картинка складывалась. Если бы я сказал, что появилось 200 концлагерей бы, после того, как существовала одна территория, меня бы никто не понял. Поэтому я, чтобы был понят, использовал 200 стран мира появилось. Вот. И есть люди, которые утверждают, что видели страны мира. И были в них, главное. Вот я, допустим, знаю многих людей, которые были в других ячейках, которые видели другие ячейки. И у них есть не только фото, но и видеоматериал других ячеек. А появится он в интернете или нет, это уж точно не от меня зависит. Но так как я смотрю, ситуация с сотовой землей набирает интересные обороты, то вполне возможно, что многие в относительно ближайшее время, скорее всего, столкнутся с визуальным подтверждением соседних ячеек. Вот соседние ячейки можно заснять на видео, на фото. И сверху, и внутри. А вот страны мира, в которых кто-то, он пишет, были там в какой-то Канаде. В какой вы Канаде были, в какую вы Канаду видели. Вы от меня требуете факты. Пожалуйста, пришлите видео и фото, снимки Канады, в которой вы были и которые вы видели. А дальше пойдет ролик моряка. Алекс, Нинас, большое спасибо. Ты вовремя прислал этот замечательный ролик. Возможно, после этого ролика, уважаемый Олег Готовцев будет в полной мере удовлетворен и получит ответ на свой поставленный вопрос. А, ну да, появится же еще после этого ролика опять комментарий, в которых будет написано, что концлагеря тоже невозможно ни сфотографировать, ни на видео заснять. Да, но их можно ощутить в прямом и переносном смысле. Каким образом? Попробуйте, к примеру, пешком из Харькова дойти, ну пускай будет до Барселоны. Если вы уверяете, что нет никаких концлагерей, то вы спокойно из Харькова сможете, или в том городе, в котором вы проживаете, вы сможете спокойно дойти до Парижа, Берлина. Вот видите, как вот человек хорошо в комментариях спасибо подсказал. Есть не страны, а фирмы. Ну и вам, дорогие, уважаемые слушатели и зрители, скажу, не фирмы, а фирмы. Дружище, вы плавали на морях? Я ходил в моря. Вы ходили в моря, да? Угу. Вы были в каких морях, Северный, по-моему? Атлантическая, там Тихий океан, ну где были. А Северный полюс были там? Северный полюс? Это что это? Ну пожалуйста, погромче. Что такое вообще Северный полюс, по-моему? Ну вы там где-то, ну там где-то около Севера же были? На Северах да я был. Камчатка, Куридийские острова, Сахалин, Чукотка, Анады. Угу. Вот. А на Южный полюс как-то, ну... Нет? А почему? На Южный полюс почему-то на БСГ... Я вспомнил почему-то, потому что мы танкеры. В смысле, ну вам как? Танкера... Танкера, они же топливо возят. Они для обогрева, то есть мы возили топливо людям. А вот, допустим, твой товарищ, который на других кораблях, они на Южный полюс ходили? Ну если они работали на ВСГ, то навряд ли. Никто тогда не ходил на ВСГ, кто работал, никто не ходил. Вообще, ты хоть знаешь хотя бы одного человека, кто был на Южном полюсе? Хотя бы по морским каким-то там... Сейчас, да, многие знают. Наше судно сейчас даже ходит. На Южный полюс? Нет, ну не на Южный полюс, а в смысле больше. Ну, там предел какой максимальный? Ниже экватора, в смысле, блядь. И, ну это максимум, да? Ну это там Африка, что там еще, блядь. А южнее ничего не это самое? Не слышал, да? Орудие заряда. Ну вот. А где там южнее? Я даже не... Не, ну допустим, Южный полюс. Экватор, вот тебе, пожалуйста, там, блядь. За экватором там всего лишь... У меня кто там был? Что там может быть? Ты по карте даже, по глобусу, смотри. Ну, короче, мы вот с вами засверили, что на Южный полюс, опять же, ни одного моряка мы не нашли, кто ходил на Южный полюс. Вот, я сейчас общаюсь с моряком. Он подтверждает, что у него нет-нет, он всю жизнь отпал на кораблях, отходил, прошу прощения. Да? И вот этот человек говорит, что он не знает ни одного человека, кто был на Южном полюсе. Ты согласен с этим? Ни одного, да, человека не знаешь? Не знаю. Вот. Ну, в принципе, всё. Это всё моё аудиосообщение. Всем спасибо. А с вами был Вячеслав Котляров. Спасибо, что слушали. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok